Многоэтажный дом по адресу Гвардейская, 7, введён в эксплуатацию в 2012 году. И несмотря на столь непродолжительный срок пользования, подъезд этого дома успел серьёзно износиться. Разрисованные и подкопченные окурками стены, отвалившаяся кое-где штукатурка – всё это создаёт удручающий вид и портит настроение. Поэтому было принято решение отремонтировать все 10 этажей и навести порядок. На этом подъезде мы работаем 4 дня или 3. Сначала мы всё порасшивали, дырки эти здоровенные, погрунтовали. И потом вот сейчас клеевым раствором эти большие замазываем. Потом будем грунтовать и шпаклёвочкой мазать. И всё дальше зачистить и красить. За текущий год силами сотрудников различных ЖЭСов уже сделан ремонт 41-го подъезда в многоэтажных домах областного центра. В планах до конца года увеличить эту цифру до 60. Кто войдёт в список нуждающихся в ремонте подъездов, а кому не составит труда ещё немного подождать, определяют специалисты жилищно-эксплуатационной службы. По их информации ежегодно составляются графики проведения ремонтных работ. Сотрудники ЖЭСов обследуют подъезды, смотрят техническое состояние этого подъезда, когда последний раз делаются текущие ремонты и включаются в графики ГДВ, если это необходимо. Дальше уже согласно этого графика выполняются ремонты, проводятся с людьми собраниями, разъясняется порядок выполнения, сумма затрат, которая будет затрачена на ремонт этого подъезда. И заключаются договора, если люди просят рассрочку, идём на встречу людям, делаем рассрочку и выполняем. Сдаём согласно акта выполненных работ по фактической стоимости, подписываем также у людей эти акты и выставляем с размером на площади каждую квартиру затраты. Стоит отметить, что ремонт подъезда есть плановый и внеплановый. Это значит, что работы проводятся либо по желанию жителей, либо в обязательном порядке, если нарушены нормы содержания подъезда. И здесь хочется добавить такую фразу. Ноже снадейся, а сам не плашай. Владельцы жилья могут самостоятельно следить за внешним видом своих подъездов и даже проводить косметические ремонты. Мы это увидели. Но об этом расскажем вам в программе «Итоги недели» в субботу.